Я люблю тебя, Татарстан. Татарстан, я очень люблю, очень, очень. Мень Татарстан, я очень люблю тебя. Сахапо Татарстан. Многоинное признание. 173 национальности в одной из публики, а сегодня и в одной зале. Костюмы, традиции, языки разные. И музыка каждая своя. Но вместе они звучат в унисон. Толерантность, такой мир, в общем, очень рад, а именно жить в Казани. София Перес, она же Эльмира Хусаенова. Оба имени одинаково считают родными и подходящими. Ведь папа кубинец, а мама татарка. В специальных съездах разработали вот такую этнографическую карту. Здесь есть вся информация о проживающих на территории республики народах. Нажав на графу национально-культурные объединения, можно узнать, где именно в Татарстане проживают, к примеру, греки. Вот они, в Казани. А где осетины? Вот они, в набежных челнах. На карте все народы Татарстана. Есть и самые малые. К примеру, буряты. Это самая молодая автономия. Их в республике всего чуть более 100 человек. Еще меньше ассирийцев. А турков-месхетинцев нет и 50. Но всех, в том числе и вынужденных мигрантов, в республике поддерживают. Мы знаем, что по традиции в Татарстане рады каждому приезжающему на нашу землю. И мы не ощущаем, что кто-то, приехавший из Сирии, с Украины, из других горячих точек, себя чувствовал бы здесь некомфортно. Сегодняшний съезд – это 730 делегатов разных национальных автономий. Проходит он в третий раз. В предыдущие – в 92-м и 2007-м годах. Значимость неоценима. Ее подчеркнул и Владимир Путин, назвав форум «знаком событием для всей страны». Он прислал телеграмму участникам, зачитал ее замруководителя администрации президента России. Татарстан по праву славится и заражит своей древней историей, культурой и обычаями проживающих здесь народов. А главное – уникальными традициями доверия, взаимопонимание и гостеприимство, на которых издревле строится отношение между людьми. Приветствия в адрес съезда президента страны Владимира Владимировича Путина демонстрируют огромное внимание руководства Российской Федерации к вопросам национальной политики. В этом мы видим и признание вклада Республики Татарстан в укреплении могущества России, мира и сотрудничества между всеми народами нашего многонационального отечества. Татарстанскую модель развития Рустам Миниханов назвал одной из самых успешных межнациональный и межрелигиозный мир и согласие. Стабильность республики, как экономическая, так и политическая, заслуга людей самых разных национальностей, проживающих на территории Татарстана. Большую роль в этом сыграли резолюции предыдущих съездов. Люди задают вопрос и приезжают сюда, и изучают. В Иране я знаю большой интерес, очень многие государства. Как вам удается при вашем национальном многообразии и различных конфессиях жить в мире и в радости? Мы ставим более амбициозные задачи. Мир согласия, если не будет мира согласия, конечно, никакого просветания, никакого единения, никакой мощи не будет. Значимость вопроса понимают на всех уровнях власти. В России уже принята стратегия нацполитики, созданы Федеральные агентства по делам национальностей. А при президенте России действует Совет по межнациональным отношениям. Опыт Татарстана при этом бесценен. Абсолютное большинство жителей Татарстана довольны межнациональным отношениям и оценивают их как положительные, доброжелательные. Это и есть главный результат нашей работы. Успехи нынешние и результат прошлого труда. За заслуги перед республикой Дагестан сегодня вручили орден госсоветнику Татарстана Ментимиру Шаймиеву. Заслуженная награда за большой вклад в упреждение дружбы и сотрудничества, развитие экономических и культурных связей между Дагестаном и Татарстаном. Пожелание написано внутри. 150 лет без капитального ремонта. Из метра такого сообщества, такого братства, такого общежития, появляется опыт и такие люди. Кульминации съезда стало принятие очередной резолюции. Закрепили соглашение не только открытым голосованием, но и большим концертом, где в многоголозии звучит одна главная нота. В Татарстане жили и живут в межнациональной гармонии. Александр Себастьян, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.